Праздников праздник и торжество из торжеств православный мир встречает Пасху. Колокольный благовест возвестил о наступлении Великой Минуты и эхом вслед за верующим разносится под сводами церквей приветствие Христос Воскресе. В ответ мы слышим воистину Воскресе. Многовековой опыт празднования породил большое количество традиций. На наших землях главное посещать храмы, верить и желать друг другу счастья, здоровья и взаимопонимания. В этот светлый праздник президент Белоруссии выразил уверенность, что в нашей стране удастся сохранить мир. По традиции Александр Лукашенко на Пасху посетил церковь вдали от столичной суеты. И на этот раз зажег свечу в Спасо-Преображенском храме в Шклове. Храм в Шклове место намоленное с богатой историей, которое учистое до конца даже в самые непростые времена. Строительство святыни началось в конце 18 века, но последние кирпичи и позолоту на попола нанесли только во второй половине 19 столетия. Церковь не закрыла двери даже при советском атеизме и была пристанищем и символом надежды для верующего в годы Великой Отечественной войны. Окрестности храма в Могилевской области родные места президента. Как признался Александр Лукашенко, здесь он бывал редко. Это поздравление президента получилось как никогда личным. Говорят, если тебе что-то часто снится, то надо туда приехать. Поэтому я и приехал сегодня к вам, своим близким добрым людям, чтобы прежде всего поблагодарить вас. Поблагодарить за то, что вы сделали в моей жизни. За ту веру, которую вы подарили мне много лет тому назад. Из этого древнего храма я хочу поздравить наших белорусов, все, кто нас сегодня увидит, с этим добрым и светлым праздником. Самое главное – мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем, не найдем, как я часто говорю, купим. А здоровья не купишь. Мир вокруг, видите, что делается. И нам стоит колоссальных усилий для того, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, как я говорю, каждый своим делом, мы сохраним. Мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этом земле. Когда вокруг все бурлит, шумит. И многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены. Живите мирно, спокойно. Здоровья вам. Особенно вашим детям. Счастья, мира, добра вам. Христос воскрес. Бои снижения. Александр Лукашенко передал в дар Спаса Преображенскому храму икону Господа Вседержителя. Создана она руками белорусского мастера. В свою очередь президенту подарили икону Воскресения Христова. Ее считают застывшим фрагментом Евангелия, который описывает 12 важнейших после Пасхи праздников в православии, посвященных событиям земной жизни Христа и Богородицы. Чин освящения куличей, пасок и крашеных яиц без этой традиции не остались отрезанные от цивилизации водой жители микрорайонов Гомеля. Осводовцы на лодках доставили к людям священнослужителей. Благочинный церквей Гомельского городского округа отец Игорь не только провел таинство освящения пищи, но и произнес молитву, наполнив дома и души людей радостью. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Давайте вас покрапим. Давай тебя. Светлой Пасхи вам. Держитесь в этих условиях. Очень неожиданно, потому что мы планировали на лодке как-то сплавляться туда и каким-то образом осветить. Ну вот так вышло. Счастливо. Паводок у нас такой большой. Это второй раз за все время. 13-й сейчас. Но такого, чтобы светили батюшка к нам приплывал, нам это очень неожиданно. Когда сюда ехал, было какое-то волнение. Будут люди, как они встретят, как отнесутся. Но когда уже сюда мы приехали, я увидел, что действительно мы здесь приехали вовремя и нужны людям. Чтобы людям не пришлось по вот этой большой воде добираться в церковь. Это очень тяжело. Вода сейчас холодная. Поэтому мы вместе с батюшкой пропатрулируем все улицы и осветим всем желающим продукцию. Для жителей потопленных микрорайонов Гомеля такая встреча со священником стала достаточно неожиданной. Отца Игоря встречали целыми семьями с улыбкой и пасхальным настроением. В ответ он одаривал пасту освященными куличами и иконками, а в молитве просил, чтобы большая вода наконец отступила. А в соседней Украине молятся совсем о другом. В эти минуты в Киеве проходит крестный ход в защиту православия. Путь верующих от Киева Печорской лавры до офиса президента. Люди требуют остановить религиозную войну, которую развязал киевский режим против канонической церкви. Гонения на самую крупную и влиятельную христианскую конфессию начались в марте. Сейчас власти пытаются изгнать из намоленных мест священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Несмотря на это, люди приходят в храм на праздничное богослужение. Его возглавил митрополит Ануфрий. На литургию пришло так много людей, что не все смогли попасть в сам храм. Некоторые остались молиться на улице, несмотря на дождь. То, что сейчас происходит на Украине, иначе как войной, с Богом это не назовешь. На что нацелился Запад? Ответ не только на этот вопрос. В программе СС уполномочен заявить. Смотрите сегодня вечером на телеканале Беларусь-Россия и завтра в 13.45 на СТВ. Почему сегодня западные безбожники сей раскол пытаются нанести главный удар по православию? Уже ни для кого не секрет, что Украина является спецпроектом западных сил против русского мира очень давно. Мы не хотим жить по законам Содома и Гамора. Поэтому большое количество людей покинет Германию в ближайшие годы именно по этой причине. Если ты смотришь на все то, во что выступает условно коллективный Сорок, то иначе как войной с Богом это не назовешь. Если бы не Лукашенко, пришедший к власти Республики Беларусь, то мы бы сейчас имели бы точно такой же сценарий разрушительной гражданской войны, которая происходит на Украине. САС уполномочен заявить на телеканале СТВ. Беларусь – многоконфессиональное государство, в котором отсутствуют любые религиозные конфликты. И сегодня на нашей земле царит особая атмосфера. Вне зависимости от веры и исповедания люди полны надежды, а за праздничным столом в православных семьях обязательно найдутся гости, которые уже успели встретить Пасху по Григорианскому календарю. По православным же канунам в праздничное воскресенье обязательно совершается крестный ход, чтобы сообщить миру радостную весть. Это основа православной веры. Ведь мы веруем, что если Христос воскрес, то воскреснем и мы. Это надежда на вечную жизнь. Поэтому каждый христианин сегодня, воцерковленный, приходит с великой радостью о том, что Христос воскрес. Это радость – основа нашей веры. Без нее невозможно быть христианином. К торжеству верующие готовились больше месяца. Позади более 40 дней Великого Поста. Сегодня можно не отказывать себе в любимых лакомствах. В храмах целый день проходит литургия, а прихожане продолжают освещать главные символы праздника. Христос воскрес! Для всего мира Пасха – это святой праздник, чтобы люди понимали друг друга, любили друг друга. То есть это праздник любви, уважения, понимания. Самая главная подготовка, чтобы была в душе чистота, наверное, вот это, чтобы в семьях был мир, все прощения. Нужно забыть про все напряженные обстановки, радоваться в душе, радовать своих близких, родных, дарить им тепло, заботу и думать только о хорошем. И все у нас будет просто замечательно. К сестре поеду, там племянник приедет с нучатой племянницей. Вот так вот и встретим, как говорится, святое воскресенье. Славить Христа верующие будут на протяжении 40 дней. Ровно столько времени воскресший Христос был со своими учениками до момента Вознесения на небо. В первую неделю Пасхи в храмах ежедневно будут проходить праздничные богослужения, Дальше начнутся поминальные дни. Радуницу в этом году отметят 25 апреля. Итоги уходящих семи дней найдут отражение в нашей информационной аналитической программе недели. В эти минуты она готовится к эфиру. Не пропустите. Сегодня в 19.30. Символ возрождения жизни, символ любви и веры, Пасха в молитвах миллионов верующих. Зачем пять веков назад в Беларуси строили храм-крепость, что нашли под его сводами реставраторы и как вселяют дух в икону, испытанную огненной стихией. Наш празднично-сакральный репортаж. И Пасха между двумя огнями, как на Донбассе на линии соприкосновения, верят в истинные ценности, а белорусские волонтеры говорят, Христос воскрес. Безопасность превыше всего. В случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности. Союзничество со стопроцентной гарантией. Военный эксперт поможет разобраться в милитаре-повестке. Эксперимент 2.0. Народное ополчение в действии. Что говорят добровольцы и как Борисовская Тарабарона держала экзамен по защите Родины. Команда недели подготовила эти и другие материалы. Боль, которую невозможно забыть и простить. Более 11 миллионов человек погибли в годы Великой Отечественной войны от изощренных пыток и насилия в фашистских лагерях смерти. Воспоминания от которых стынет кровь и свежие цифры на сердце. В материале Юлии Мочки. Восточный вектор в работе Парка высоких технологий. Амбициозные планы белорусских айтишников. И цифровизация страны. Какое будущее ждет айти-сектор Беларуси? На неделе разбиралась Полина Королева. Меня зовут Ольга Коршун. Это и многое другое обсудим в прямом эфире программы «Неделя». Уже сегодня в 19.30. Не пропустите. И напоследок водная битва на улицах Бангкока. Тысячи людей вооружились всем, чем только можно для обливания водой. Так необычно принято встречать тайский Новый год. Он уступает в самое жаркое время на полуострове. Считается, что обливание водой символизирует очищение от накопленного за год негатива, но и просто охладиться в жару лишним не будет. Происходящее нередко называют самой большой водной битвой в мире. Празднику сопутствуют и другие красочные ритуалы, включая массовое подаяние монаха.